Добрый день! Вы смотрите программу «Экономикс». Мы сегодня находимся в здании Института управления экономики и финансов и подводим, так сказать, экономические и финансовые итоги года. Год был очень насыщенный. 2017 год – это год, можно сказать, даже парадоксов, год биткоина, геополитики и изменений в экономической повестке России, безусловно. Вот давайте мы все эти темы, так сказать, обсудим вместе с Тимуром Хасановым, который является представителем финансового клуба нашего университета, так сказать, разговор о текущих событиях, текущих трендах, которые происходят сейчас в мире. Тимур, вот ты, как инвестор, очень активно следишь за рынками, за экономикой. Вот, в принципе, если оценивать 2017 год, что бы ты из него вынес? Что для тебя полезного, может быть, что ты вообще узнал? Какие факторы были наиболее важными? – Добрый день, Ренат. – Добрый день. – У вас новая студия, непривычно, но в целом удобно. Ну что, в принципе, что сказать о 2017 году? Ну, это, наверное, одна из самых главных новостей – это избрание Трампа. – Да, инаугурация Трампа, да. – То есть, вот как он пришел, вообще, и, в принципе, вышла новость о том, что он, как бы, собирается стать президентом. – Да, проводить новую экономическую политику. – Да, и он хочет какие-то новые налоговые реформы. То есть, в принципе, сразу фондовый рынок начал расти и как-то реагировать. В принципе, что он и делал весь год, реагируя на какие-то заявления Трампа и на его какие-то высказывания. – И на его твиттер, наверное, скажешь. – Их действия, да, и в том числе и твиттер. Ну, а второе – это, наверное, криптовалюты, потому что это абсолютно какой-то, как говорится, хайп. – Да. – Интернет терминами, если раз говорить, то есть абсолютно какая-то лихорадка у всех. Просто, я не знаю, всем нужны эти криптовалюты, все хотят денег, все хотят сверхдохода. – Быстро заработать. – Быстро заработать, да. И это, я не знаю, это как-то очень настораживает. – А ты сам не инвестируешь в биткоины вообще? – Ну, нет, я как бы… В принципе, я считаю людей, кто инвестирует в криптовалюту, то есть, либо они очень рискованные люди, инвесторы, либо они, в принципе, финансово… – Безграмотные. – Да, и безграмотные. То есть, по сути, криптовалюты ничем не обеспечены и никем не регулируются. То есть, мне как инвестору, то есть, я не готов на себя взять риск, настолько и большой риск. Да, там и, возможно, какая-то доходность. Но этот рынок, он совершенно… – Практически никакой инфраструктуры, рынок. – И спонтанный, да. То есть, он, грубо говоря, цена растет непонятно из-за чего. То есть, это нельзя как-то усилить. Не, ну, понятно, что там вот есть и спрос-предложение. То есть, в данный момент спрос растет, в принципе, предложение тоже. За это как бы рынок развивается, и цена растет. Даже и, в принципе, сейчас как-то образовались и миллиардеры на данном рынке. То есть, и они тоже считают то, что в данный момент стоимость 11 тысяч долларов. – Примерно, да. – Насколько я знаю, да. И, то есть, они считают, что цена и дальше будет расти. Ну, не знаю. Но мне кажется, что она вот так же может легко и упасть, в принципе, до нуля. И, возможно, она станет одной из причин нового финансового кризиса. – Хорошо. Биткоин – это второй тренд. Третий, может быть, или… – Да. Третий тренд. Ну, лично, что меня как бы волнует, я активно начал торговать на фондовом рынке только в этом году. Ну, я имею в виду прям активно, чтобы следить. Честно говоря, очень волнует финансовый кризис. И, то есть, это начиная с лета уже. То есть, если я смотрю какие-то новостные ленты, то с них уже стабильно выходит какая-то статья о будущем финансовом кризисе. – Да. Наверное, не сейчас кризиса, который будет потом. – Да. О будущем. То есть, ну, там вот есть определенные факторы. То, что сейчас индексы S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, в принципе, как бы бьют рекорды. И исторические максимумы, ну, вероятнее всего, это как бы из-за Трампа. Но в целом это плохо. Также и пузырь на рынке облигаций. То, что мусорные облигации сравнялись с ОФЗ, с государственными облигациями, это тоже очень плохо. Это отталкивает людей от облигаций, грубо говоря, и толкает их идти на фондовый рынок. Возможно, фондовый рынок еще как бы есть. Задел куда расти. Но вот очень хочется узнать и спрогнозировать, когда вот это задел они уже преодолеют. Так что я пока очень активно слежу. И, честно говоря, немного обеспокоен. Ну, это очень волнует. Если на станет нас и кризис, то, опять же, будем страдать мы все в любой сфере. Хорошо. Я немного добавлю по твоим положениям и потом перейду дальше. В принципе, если говорить про биткоин, да, согласен. Там пока еще нерегулируемый рынок и непонятно, что будет. Просто он может не до нуля обнулиться, он может подняться до 100-150 тысяч, а потом резко из-за нехватки спроса и достаточно большого предложения обвалиться до 100-50 тысяч. То есть уровень будет выше, но, в принципе, пузырь все равно когда-нибудь лопнет. По рынку акций, да, сейчас видно, как рынки растут, но непонятно, это действительно ли нормальный рост, который основан на реальных каких-то экономических событиях, на повышении прибыльности компаний США, в принципе, или на каких-то налоговых стимулах Дональда Трампа. Но мы посмотрим, потому что сейчас в Центральной Банке мира, в принципе, вот про ФРС будет следующий вопрос, очень активно сокращают свои стимулы и есть риск того, что, в принципе, может произойти обвал рынков из-за нехватки стимулов. ФРС сокращает свой баланс, поднимает ставки. Вот про ФРС, что бы ты мог добавить, как он влияет на рынки и, в принципе, твои ожидания. Вот скоро будет заседание. Ну, кстати, это тоже относится, я, в принципе, рассматривал, как бы, всемирную сеть, и не только американские в Центробанке, но и зарубежные. То есть, в принципе, сейчас, как бы, в Центробанке, то есть и в Америке, и в Европе, грубо говоря, они создали такую иллюзию самообмана. То есть, они сейчас, в принципе, инвесторы, они слишком самоуверенные и, получается, не обеспокоены тем. То есть, грубо говоря, сейчас волатильность на рынке снизилась. И, то есть, я смотрел статистику, и последний раз вот такой уровень волатильности был замечен в 90-х годах. В 1990-х годах. То есть, это вот тоже очень, как-то, серьезный фактор, потому что Центробанк целенаправленно снижает ставки и, соответственно, стоимость капитала. Ты имеешь в виду российские? Нет, зарубежные. А, снижали, да. Сейчас уже тренд другой немножко. Да, вот сейчас они, да, они сейчас как-то уже образумились. И, то есть, ну, это очень большой риск к тому, что в ближайшее время, как бы, рынок, в том числе и фондовый, взорвется, скажем так. Очень коряво, но как и есть. И это очень может, в принципе, оказать негативное влияние на весь фондовый рынок. Ну, если говорить о ставке ФРС, то в данный момент, если я не ошибаюсь, в середине декабря будет рассмотрение, рассмотрен вопрос о ее увеличении. Или изменении. Пока мы не знаем увеличить. Ну, скорее всего, все, как бы, и прогнозируют увеличение ставки ФРС. Но в данный момент все, в основном, ориентируются на данные о рынке труда. То есть, все ждут статистику по данным показателям. Так как уже на ФРС, из-за того, что там, ну, соответственно, ставка уже, как бы, и так снижена, на нее не ориентируются, и сейчас основное внимание на рынок труда. Потому что, если будет обеспечена, ну, в принципе, занятость приближена к полной, то это будет хорошо для фондового рынка. И, соответственно, будет проживаться рост. Окей. Перейдем к ФРС. Или есть что-то добавить еще по Америке? Ну, мы еще вернемся к ФРС, когда будем про рубль говорить. Давай. Ну, можно еще сказать о трампономике. То, что, да, все-таки Трамп обещал провести налоговую реформу. И вот, если посмотреть новости, вроде бы, у него это удается. Точнее, удастся. Да, уже Сенат одобрил, в принципе. Да, о снижении налогов. То есть, ну, и, в принципе, рост рынков, он, как бы, оправдан. Опять же, то есть, ну, в принципе, вот он вел новую налоговую реформу. То есть, чистая прибыль вырастет, опять дивиденды вырастут. Так что, ну, не знаю. В принципе, рост пока оправдан. Да, пока мы будем смотреть. В принципе, сложно еще спекулировать на тему центральных банков, потому что вдруг, если произойдет кризис, что они будут делать, когда у них ставки и так на нуле, там балансы раздуты, а какие инструменты еще применяют. Может быть, вот фискальные стимулы как раз со стороны администрации США и других стран мира будут как-то стимулировать экономику дальше. Давай перейдем к России. В принципе, как она реагировала в течение года. Что происходит сейчас с макропоказателями? Инфляция и рубль. Это главные цифры, которые очень активно обсуждаются в СМИ. Инфляция очень низка, рубль очень стабильный. Твой взгляд. Да, то есть, мой взгляд на рубль. Ну и, в принципе, рубль – это как, судя по рублю, можно говорить об экономике России. То есть, в принципе, сейчас рубль и стабилен, и даже иногда он укрепляется вне зависимости от негативных факторов. Вне зависимости от нефти даже. Да, уже отвязался от нефти. То есть, в принципе, сейчас уровень 58-59, в принципе, это нормальный уровень, считается для экономики. И, в принципе, можно говорить, что уже как бы пик кризиса уже пройдет. Ну и, в принципе, то есть, на мой взгляд, если посмотреть динамику МВБ, то можно заметить, что в начале 2017 года он резко упал. То есть, и, возможно, считать, один из факторов – это то, что отток капитала из российского рынка произошел. А, соответственно, отток козырбежного капитала. И это связь с тем, что рынок начинает восстанавливаться, потому что инвесторам невыгодно, и их не интересуют стабильные рынки. Ну, потому что там нет вероятности… Быстрого заработка. Да, и быстрого заработка, и сверхдоходов. То есть, уже, ну, как бы, в принципе, инвесторы осознают, что экономика уже откатилась. То есть, сейчас уже будет все стабильнее, наоборот, расти. И как-то они уже начали вводиться в активы, в принципе. Что касается рубля еще, то, что, опять же, отвязались от цены на нефть. И, в принципе, как бы, инфляция на низких уровнях, на уровне 4%. Хотя, конечно, инфляция – это сомнительный фактор. Инфляция – это вообще фактор какой? Рубль как-то влияет сейчас на инфляцию? Или там стоимость денег в экономике вообще? Ну, скорее всего, рубль все-таки, курс рубля влияет на инфляцию. Ну, учитывая того, как в данный момент рассчитывают уровень инфляции, то есть, ну, мне кажется, что, наверное, инфляции не стоит опираться. А есть какие-то, ну, парадоксы там, наверное, да, в расчете? Потому что результат у нас очень интересный. И консервативен, главное. Да. То есть, ну, да, уровень инфляции рассчитывает, исходя из индекса потребительских цен. Очень интересный факт, что в данный момент до сих пор в индекс потребительских цен входит стоимость видеоаппаратуры, видеокассет, видео и магнитофонов, которые раньше были. Да, то есть, которые были до DVD-дисков, вот такие вот огромные, где, в принципе, сейчас их не найти. Я не знаю, откуда они берут эти данные, где их продают, но они это учитывают. То есть, ну, не знаю, это пока, да. Это как-то очень... В принципе, если про инфляцию говорить, то очень активно на нее влияет инфляционное ожидание населения. Они были где-то около 15% в недавнем времени, сейчас сократились до 8%. Посмотрим, как, в принципе, это будет дальше. Тимур, ну вот от экономики перейдем к рынкам. Что ты заметил за 2017 год в акциях? На каких идеях вообще торговал сам? Что удалось заработать? Может быть, какие-то дивиденды получить? Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Ну, наверное, сам одних из привлекательных инструментов, я считаю, акции, ну, лично для меня, хочу выделить акции Сбербанка. То есть, с того момента, как я пришел на фунду рынок, я уже обратил внимание на Сбербанк. Я считаю, это, в принципе, очень привлекательный. До сих пор привлекательный, да? Даже после 230. Ну, конечно, к концу года они уже упустили свои драйверы ростом, то есть, они все истратили, то есть, это и хорошая отчетность, и, в принципе, там различные неположительные новости. Но уверен, что этот год они закроют еще лучше, чем предыдущий, и, то есть, уже цена, начиная с марта, я вот слежу, в марте была 160, где-то в июне было 145, но там и за дивидендом. Ну, дивиденды гэп, сейчас уже акции стоят 220 в среднем. Хорошо. Позитивный прогноз на акции Сбербанка. Дальше что? Московская биржа, как тебе в этом году? Говорит, дивиденды были хорошие. И сейчас цена болтается около 120 рублей. Московская биржа, да, то есть, ну, скорее всего, я больше не инвестор, а вот… Спекулянт? Да. Ну, в отношении этих акций и московской биржи. То есть, мне хотелось… Да, я получил высокие дивиденды, но это совершенно уронило стоимость акций. То есть, я на самом деле проиграл. То есть, там была доходность около 7%, а акции обвалились на процентов 15. А потом они восстановились? Ну, это было слишком долго. То есть, если бы я не уводил деньги, а оставил их на Сбербанке, я бы заработал больше. Хорошо. Дальше акции Яндекса. Насколько известно, очень хороший рост. Показали, как ты участвовал в этом ралли? Да, то есть, я обратил внимание на акции Яндекса. То есть, когда я посмотрел динамику в июле, они стоили еще 1550 рублей. А затем была сверх положительная новость о том, что они объединяются с Силбер. И их цена, наверное, за неделю выросла… Ну, не за неделю, наверное, за две недели, скажем так, выросла до 1800. То есть, ну, это, в принципе, колоссальные показатели. И даже в данный момент их сделку одобрили, ФАС, одобрил сделку с Субер, и это является положительным драйвером. То есть, в принципе, сейчас они торгуются в диапазоне 1900-2000. Но, в принципе, сейчас, если говорить о фондовом рынке и, в принципе, о всех акциях, на них оказывают, опять же, давление, риск ужесточения антироссийских санкций. Все это из-за чего? Все это из-за скандала с Трампом, потому что, опять же, там какие-то обвинения, российский след. И, возможно, чтобы себя как-то защитить, он опять ужесточит санкции против России. То есть, этого все очень боятся. И, в данный момент, рынок, в принципе, на отрицательных показателях. Хорошо. Что ж, Тимур, большое спасибо за интервью, за ответы, за такой взгляд на 2017 год. Мы, безусловно, еще будем продолжать встречаться и смотреть, что будет происходить в 2018 году. Вот, а завершая передачу, хочется сказать немного о годе предстоящем, 2018 год – это тоже год геополитики. Опять-таки, потому что очень активно будет отыгрываться тема с выборами в России президента. Очень активно будет отыгрываться тема Брекзита, потому что сейчас практически уже около года остается до главных событий в этом процессе. Мы будем смотреть, что будет происходить с российским рынком. Оставайтесь в тренде. Счастливого Нового года. До свидания.